здравствуйте друзья хочу немного рассказать о новых функциях которые добавили разработчики в программу имбирь поговорим о версии 2017 года 10.24 добавилась очень полезная функция добавления стыковочных крестиков теперь делить дизайны стало еще проще и удобнее и я сейчас покажу на примере дизайна фотостежки как легко и быстро мы можем это сделать но прежде всего нам нужно разделить сам файл я буду делить этот дизайн на две части и делить я его буду по сюжетной линии то есть не по прямой а постараюсь разделить вот по рисунку здесь иду по прожилке листика а дальше я приближаюсь и двигаюсь по силуэту бутылки так линия стыковки будет менее заметна и она будет прикрываться сюжетной линии рисунка обкалываю бутылку но в этом месте пройду вот так по листикам и заканчиваю нажимаем энтер объект выделен использую опцию разделить и имею два две части дизайна первая и вторая а я хочу чтобы у меня вот эта часть вышивалась первой сразу устанавливаю в списке объектов и и на то место в котором она будет вышиваться вторую часть скрываю все цвета выделяю оба объекта выбираю пункт меню вставить и выбираю пункт меню edit stitches on chosen point и кликаю в том месте в котором хочу получить стыковочный крестик и как вы видите в первую часть последним цветом у меня добавился стыковочный крестик вот оно и точно такой же стыковочный крестик у меня добавился во вторую часть продолжаю добавлять крестики точно также вставить тот же пункт меню и кликаю на месте второго крестика Вставить пункт меню. Добавлю третий крестик. Вставить пункт меню. Добавить четвертый крестик. Вот все крестики у меня добавились. Теперь, чтобы объединить крестики в один цвет, я выделяю свой объект, выбираю опцию цветовой ряд, максимальное различие единичка и нажимаю ОК. У меня объекты объединились. Здесь будьте осторожны, если у вас есть очень близкие оттенки ниток, проверяйте, не объединились ли какие-то цвета в дизайне. Если такое произошло, выберите опцию отменить и объедините вручную крестики. И здесь точно так же. Цветовой ряд, максимальное значение 1. Все. У меня объединились. Теперь можно сохранить файл. Сохранить отдельно как. Выбираем пяльца, формат и место файла. Теперь у нас объекты сохранены отдельно и везде добавлены стыковочные крестики. Давайте разберемся, как разделить дизайн на три части и выставить стыковочные крестики. Так, я буду делить дизайн под пяльца 30 на 18 сантиметров. Выставляю первую направляющую на 90 и минус 90. Это я определяю зону для центральной части и для боковых. 200 минус 180 будет 20. И с этой стороны тоже до 20. Теперь у меня зона стыковки попадает вот в эти две области, определенные направляющими. Выбираю инструмент «Ручной способ выбора» и начинаю обкалывать. Выделяя объект, я обкалываю по ходу рисунка. Я обошла ящичек, листик. Теперь обхожу чашку. Так, печенье в эту сторону. И сюда. Разделить. Это будет первая часть. Ее можно скрыть временно. И теперь вторая часть. Здесь я пойду вот так, под листиком, по печенью, по границе печенья, сюда и по чашке. И здесь двигаюсь. Шоколад, печенье. Разделить. Проверяю размеры частей. Все ли у меня помещается в рамки пялец 300 на 180. Да, все помещается. Теперь скрою пока последнюю часть. И буду выставлять крестики стыковочные. Выделяю первую и вторую часть. Ставить. И линь и стичь из ончоузен поинт. И Ставлю первые крестики В районе границы первой и второй части. На вторую часть. Снова выделяю две части. Ставить. Тот же пункт. И выставляю еще крестик. Ставить. И еще один. Теперь выделяю среднюю и правую часть. И точно так же выставляю стыковочные крестики. Теперь немножко смещаю крестики на третью часть. Чтобы потом эти крестики были зашиты вышивкой и их можно было бы не выпарывать. Сюда. И сюда. Теперь выделяем каждую из частей по отдельности. и выбираем опцию Цветовой ряд. Максимальное различие. Единичка. Крестики объединились. То же самое со второй частью. Теперь можно сохранить файл. Сохранить отдельно как. И у нас каждая из частей сохранится отдельно. И вот